Что сейчас происходит у нас? Если вы посмотрите тоже на опыт Арабского Востока, опыт, скажем, стран Северной Африки, вы тоже видите, что прежде всего, прежде чем применять оружие и военную технику, применяется информационная технология. Я сам активный пользователь сетей информационных, можете посмотреть, у меня есть их в Твиттере и на Фейсбуке, есть свои аккаунты, свои страницы. Я это использую фактически как собственное средство массовой информации, где выкладываю информацию, где воюю с дезинформацией, немедленно отвечаю, потому что через пресс-службы это все будет намного медленнее. А я думаю, что сам информационщик, специалист в области спецпропаганды, я понимаю, как это работает. Но как это работает в других странах? Вот примерно на том же самом Фейсбуке. Кто-нибудь там пишет, там черное на самом деле не черное, а черное на самом деле белого цвета. И начинают нажимать лайки, кому эта идея понравилась. Вот лайк, 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 лайк. Тот, кто контролирует Фейсбук, сеть, он фактически ту же моментально формирует базу данных, где есть ваши фотографии, что вы закончили, кто у вас там родственники, круг вашего общения, ваши политические преференции, тоже выясняются, заканчивая музыкальными какими-то симпатиями. И самое главное, эти лайки, они вас встраивают в определенный политический контекст. И дальше вы будете получать специальную информацию и специальную рекламу, которую другой никогда видеть не будет. То есть это идет формирование, по сути дела, зон влияния или агента влияния. Это везде так было, так было в Египте. Такая технология была применена при подготовке протеста и низвержения президента этой страны. Я сам лично знаком с конкретным молодым, достаточно энергичным человеком, который в Государственном департаменте США отвечает за работу по социальным сетям. Еще раз хочу сказать, что это настоящая большая проблема для всех тех, кто не посвящен в нее. В целом, кибер-угрозы, они никогда так не называются, они называются по-другому. Скажем, любая страна, крупная индустриальная держава, обладающая подобным опытом, называют это кибербезопасность. НАТО ввела тематику кибербезопасности вплоть до 2009 года. На юбилейном саммите НАТО в Страсбурге, в Келле, они вдруг отказались от словосочетания кибербезопасности, перешли к другому слову, кибер-оборону. Почему? Я их всех начал спрашивать, почему вы поменяли слово? Что это означает в смысловом плане для вас, с точки зрения вашей терминологии? Мы же понимаем, что у них каждое слово, а то что это значит. Молчат, не говорят. Любые программы по кибербезопасности для нас всегда были закрыты для России. А ответ очень простой. Слово «оборона» в НАТО в менталитете означает прямое отношение к 5-й статье Вашингтонского договора, которая предполагает применение физической силы к обидчику. То есть любая попытка нарушить кибер-сети США или их союзников является казус бельным, поводом к войне. То есть они будут просто стрелять по тому, кто будет пытаться вмешаться выбрать кибербезопасность. На самом деле для них это также не является обороной в полном смысле этого слова. Это элемент нападения. Это элемент стратегии глобального молниеносного удара, смысл которого сводится к тому, чтобы, используя кибер-сети, разрушить систему политического и военного управления страны противника, посеять хаос, до этого вводить через пропаганду иные ценности и дискретировать руководство конкретной страны противника, высмеивать его, вводить некие устойчивые модули сознания народа, разжигая страсти, причем именно в радикальных ключах. А когда уже начинается преддверие военных действий, то именно использование кибер-сетей для разрушения систем управления. То есть начиная там светофоры, начиная с красным цветом, включая там зеленый, сбои работы амидиспетчеров, подсаживается система, не знаю, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и срабатывают закладки, которые изначально делаются в программное обеспечение сложных машин. Вот когда как раз еще в данный работал, произошел инцидент на Бухарской атомной станции. Иранцы поставляли оборудование компании Сименс, которые отвечают за контроль и управление системами Центрифуг на АЭС. На приборах у операторов все было показано, что все нормально, обычное состояние, обычный режим работы Центрифуг, а они получили команду от закладки программного обеспечения на непроизвольную раскрутку. И в итоге чуть не произошла катастрофа, уже на атомной станции. Сейчас компания Сименс сама занимается всем вопросом, да не так дело чести, кто заложил эту закладку. Но в принципе для нас это большой урок. То есть проблема не в хакерах каких-то там неформальных, а проблема в том, что закладки закладываются изначально в ту элементную базу, от которой мы зависим. А мы ее используем в космосе, в атоме. Еще неизвестно, что у нас с нашими спутниками происходило. На самом деле тоже еще надо выяснять, что там были за, так сказать, интересные фокусы. Поэтому здесь исключительно мы должны понимать, что для нас технологическая наша независимость, наша безопасность во многом основана на том, что наиболее принципиальные технологии, в том числе технологии кибербезопасности, должны произволиться здесь. У нас отставание в этом вопросе. Поэтому мы будем максимально способствовать тому, как можно быстрее, мы достигли необходимого интеллектуального уровня в данном вопросе и начать производство элементной базы. Иначе мы будем на абсолютном крючке. И в момент че, в особый период, мы будем удивляться, почему у нас все отказало. Начинает побить на телефоне, заканчивая светофором.